Губернатор официально. В зале драмтеатра аншлаг. Политики, общественники, работники медицины и культуры, почетные гости. Всех не перечислить. И все они собрались не ради спектакля. Сегодня торжественная церемония вступления в должность избранного губернатора Рязанской области. И вот назначенный час. Весь зал наблюдает, как Любимов входит в театр драмы, поднимается и вот появляется в зале. Присутствующие встречают главу области аплодисментами. После небольшого выступления председателя избирательной комиссии Владимира Грачева, Любимов принимает присягу на Конституции и Уставе области. И, наконец, официально становится губернатором. Я, Любимов Николай Викторович, при осуществлении полномочий губернатора Рязанской области, клянусь уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, быть верным народу Конституции Российской Федерации, уставу, основному закону Рязанской области, соблюдать федеральные законы и законы Рязанской области, честно и добросовестно выполнять возможные на меня высокие обязанности губернатора Рязанской области. После ему вручают должностной знак губернатора Рязанской области. Николай Любимов произносит торжественную речь, в которой еще раз говорит о приоритетах в своей работе. Привлечение в область инвестиций, развитие цифровой экономики, повышение качества медицинской помощи и строительства дорог. Победа на выборах – это огромная ответственность и перед президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, и перед жителями области. Я сделаю все, чтобы оправдать оказанное мне доверие. Впереди большая, серьезная работа. И начинает принимать поздравления. Слова на путствие звучат от представителя президента ЦФО Александра Беглова. А к поздравлению Беглов подарил любимому икону – символично образ Николая Чудотворца. Проблем будет очень много. Это строительство иного онкологического центра, июжного обхода, и много-много других вопросов, которые нужно решить в Рязанской области. Я бы хотел подарить вам на память эту икону, и пусть Николай Чудотворец оберегает вас и Рязанскую область. Икону Николая Чудотворца губернатору подарил и епископ Касимовский Исасовский Дионисий. Он зачитал поздравления от патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Слова поздравления также прозвучали от члена Совета Федерации Игоря Морозова. На церемонии присутствовали представители администрации президента, правительства страны и Госдумы, областные и муниципальные чиновники, ветераны Великой Отечественной войны, общественные деятели, а также экс-губернаторы Вячеслав Любимов и Олег Ковалев. Алена Куколева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Алена Кулакова, Игорь Глотов, телекомпания «Город».